Привет, с вами Клонова Аня. Сегодня мы с вами поговорим о вид-новиночках, но прежде чем на них подробно-подробно остановиться, я с вами поговорю об основном заказе, но перечислю все очень быстро. Ну, во-первых, такой вот мяч для фитнеса, 75 сантиметров, артикул 910-017. Предыдущий нам служил, ну, года два с половиной точно. Вика на нем каждый день прыгала. И потом что-то случилось, кто-то его порезал. Он не лопнул, он точно разрезан. А тут в комплекте идет, по-моему, насос. Да, получается, вот сам мячик и вот такой вот насосик к нему. Заказала наши ножи Фаберлик, в сторисах уже хвалили. Артикул 910-003 у маленького ножа в чехле. Очень удобно, кстати, с собой и всякое разное. Решила я потихоньку ножики заменять, потому что у нас очень много стареньких именно ножиков. Далее, значит, вот такой огромный нож. Это моя любовь. Я обожаю украшить салаты крупными ножами. Они очень острые. Ну, точиться тоже будет хорошо. Острые до жути. Очень хорошо, что они в чехле. Мало ли, где-то какие-то работы взять с собой. Вот этот чехол прямо на вес золота. Но чехол пластмассовый. Чехол хрупкий. То есть, видите, тут крепление. Вот тут чуть-чуть и вот тут чуть-чуть. Когда мы с собой взяли вот такой вот маленький ножик и сломала вот этот чехольчик, и мы его, чтобы увезти обратно домой уже, потом замотали просто скотчем и все равно вот так до дома довезли. Поэтому, да, родителям еще надо в деревню ножи. За этот большой 910 07, значит, у него идет длина лезвия 20,5 см, а длина сама ножа 33 см. Вот такой вот огромный ножик. Дальше с вами поедем. Сейчас я просто перечислю, что это. Это резинки из искусственного меха. Пока они есть, я их взяла побольше, потому что я люблю ведь кудри. Именно вот этими резиночками завязываю на макушке головы, когда ложусь спать. На второй день с утра встаю и кудряшки остаются. То есть, я с нашими кудряшками, даже неналачными, хожу вот с этими резиночками по два дня. Артикул 600 505. У меня как раз сейчас такая длина волос, что хорошо забирается. И серая 600 506. Кстати, я эту серую часто надеваю, когда хожу в серой шубе в магазин. Да, серая с серым. Смотрится прикольно. Дальше. Это тоже вы уже видели. Это я Дэнас Кардио Мини заказала папе. 157 18 своему папе в Мурыгина. Он очень легкий в применении. Я по нему недавно в чате по продукции высылала полный обзор, полное видео от компании Фаберлик. Вот поэтому смотрите обязательно. Каша злаковая с черникой. Опять одна штучка. Больше заказывать не дают. Она очень вкусная. 82 13. Буду мониторить. Если появится, еще раз возьму. Санитайзерами запасаюсь. Артикул 17.02. Санитайзер от BSC. Очень нравится. Давно у меня не было в обзоре скатка для лица. 08 51. Люблю ее очень. Маска очищающая N4W. Взяла 5 штучек. Пару штучек дочки. Ну и себе в запасничке. 0467. Вечно забываю. Очень хорошо снимает воспаление. Вот даже если кожа сильно воспаленная, наносите ее как маску. Она тут 3 в 1 идет. 4 в 1, извиняюсь. Но если ее наносить как маску, а не скрапировать кожу, она очень хорошо все подсушивает. Еще очень хорошо крем из этой же линии работает. Набрала чаев, как обычно, потому что пока мы ездили, чаи начали заканчиваться. Землянично-медовый чай получается с артикулом 16.011. Это у нас идет апельсиновые тропики в Каркаде и Эхинацея. 16.014. 20 пакетиков в коробочке. Рассыпной чай с кусочками имбиря и медом. Следующий чай с кусочками имбиря и медом. Артикул 16.033. Это зеленый чай. То есть, вот это черный, это зеленый. Имбирь я очень недолюбливаю. Я это не пью, но когда я езжу к маме в Мурыгина, она его очень любит. И к свою кру езжу. Он тоже очень любит. Далее, вот такая вот штучка прикольная. Крем антиакне локального действия. То есть, на воспаление можно нанести эту мазь и раза 2-3 в день повтирать в прыщик. И прыщик подсыхает, проходит. Артикул 05.92 взяла пару штучек. У меня бывает такое, поэтому я заказываю. Далее, One Week Miracle. Инновационный антивозрастной комплекс. Сыворотка для лица против всех видов морщин взяла с 70% скидкой. Очень понравилась. Артикул 06.53. Двухфазное средство для снятия макияжа взяла в запасничке. Артикул 12.42. Далее взяла 9 каши. Мультизлаковая с яблочком и фундуком. Моя любимая каша. 16.113. Колготки с 70% скидкой. 265 рублей что ли. Очень крутые. А, леггинсы, леггинсы. Очень крутые леггинсы. Они идут, по-моему, 200 ден. Да. И из хлопка. Они классные. 815.16 у них артикул. Тоже 70% скидочкой. Недавно подарила на день рождения девушке такую водичку. Взяла себе новую в запасничке. Артикул 3129. Феерико Сенсуэль. Очень классный, нежный, легкий, пудровый аромат. Такой универсальный. Дарите на удовольствие. Далее, опять-таки, 9 коробочек таких вот конфеток я заказала. Получается, артикул 16.095. Заказала также себе пудру, потому что та уже заканчивается. Я думаю, вы видели, да, что я делала макияж. Там уже осталось совсем чуть-чуть. 64.59 артикул. Это одна из моих любимейших пудр. Он же, как я не пользуюсь. Я пользуюсь только кисточками, которые делают кожу ровной. И это прям мой прямой оттеночек. Даже, вот видите, да, я немножечко загорела. Тут и тут есть разница. Хотя специально не загораю, но иногда получается. И она прям выравнивает тон. И очень хорошо убирает блеск. Все такое прочее. Идет с хорошим, удобным, кстати, зеркальцем. Да, вот и моя камера. Лицо мое. Да. То есть, отличная просто пудра. Ну, и тоже помните, я вам рассказывала. Я где-то в дороге разбила палетку для теней. Ой, для скульптурирования. Артикул 63.34. Да, такая вот палеточка идет. Шаг первый. Это у нас контур. Шаг второй. Хайлайтер. И шаг третий. Румяна. Вот, значит, у нас идет какой контур. Такой вот темненький. Румяна. Яркий. Прямо это теплый оттеночек, да. И вот скульптур идет, да. Он такой более-менее мягкий. Тоже очень-очень нравятся они мне. Да. То есть, он вот этот слегка поблескивает, но тут блеск такой, что, ну, нереально им переборщить. Такая вот хорошенькая. Мне нравится, потому что с собой берешь три в одном и сразу все отлично. Ей, кстати, можно сделать даже полноценный макияж. Вот я как-то с собой забыла тени, забыла все. И я сделала нормальный такой хороший макияж и бровки вот этим цветом. Конечно, он светлова для бровей, но подвела. Да, как бы, ну, нормально. Лучше что-то, чем вообще ничего. Вот эти вот наклеечки, да, потому что это уже не новинка. Мне не понравились, я их заказала. Значит, как я ими пользуюсь? Я даю своему мастеру, и мой мастер их сама мне наклеивает. В сторисах неоднократно вам показывала. Если вы развернете описание, найдете, можете подписаться на мой инстаграм. Значит, артикул у них 7866. И взяла еще такую новинку, но буквально недавно сделала накоточки, да, и следующий мой маникюр будет вот такой. Артикул 7967 тоже вам подробно покажу. Может быть, повторюсь и на ютубе это вставлю в какое-либо из видео. Я еще пока вот не знаю. Ну и, конечно, такие вот переводные татуировки. Ну, что-то показали, что татуировка прям на пол лица. Ой, на пол руки. Ну, какие же тут пол руки? Тут, да, она не такая большая, вот как тут в руках, да. То есть, они маленькие. Вот, артикул 6708. Их можно клеить, например, от брови, по виску, по боку щеки, там за ушко заехать. То есть, ну, таким вот образом. Ну, не знаю, как-нибудь, может быть, попробую. Мне не так-то нравится. Ну, пока я не готова на себя ничего клеить, но взяла две, потому что у меня есть люди, которые это очень любят. Далее пройдемся с вами по новому и старому антицеллюлитному скрабу. Он у меня попался вип-новиночки. Значит, вот это новый скраб. Я его попробовала уже, как вы понимаете, немножечко. Значит, фольгу защитную уже сняла до съемок. Запах у него, по-моему, остался точно-точно такой же. Вот, если вот так смотреть, не упаковка, ничего не поменялось. Поменялся только артикул. Слегка-слегка поменялся цвет, да, вот этот старенький, более рыженький. Значит, 98,5% натуральных ингредиентов появилась надпись. Что вообще делает этот скраб? Вот сейчас будем со стареньким еще его сравнивать. Значит, это тонизирующий антицеллюлитный скраб. Актив для тела с Ахо Скраб, линейка Эксперт, артикул 2790. Значит, он мягко, эффективно массирует проблемные зоны, усиливает приток крови к коже, выравнивает рельеф и делает кожу гладкой и мягкой, содержит 98% натуральных ингредиентов. Формула с натуральными скрабирующими частицами сахара, глубоко очищает кожу, обладает мягким массажным действием, оказывает охлаждающий и тонизирующий эффект, запускает процессы обновления клеток кожи, способствует уменьшению эффекта апельсиновой корки. Ну, что я вам скажу, он стал как будто экономнее. Ну, то есть, смотрим, да, вот этот жидкий, да, вот он переливается, а этот прям тверденький, консистенция у него такая вот прям сахарная, приятная. То есть, вот он, видите, хотя прошлый, вот это прошлый, да, его нереально было, он тек, не очень было удобно. А этот, да, давайте прям нанесем на кожу. Когда вы его прикасаетесь с кожей, он более такой, как вам даже сказать, жесткий, и он сразу начинает работать. Да, я думаю, вы видите, он пенится, под водой он тоже слегка пенится, и это, конечно, очень-очень такой приятный эффект. Чувствуется сразу и обновление кожи, и все. Охлаждающий эффект чувствуется, но не очень. Жидкий же, когда мы вот мы жидкий наносили, я макала, потом долго старалась им вот как-то вот, и вот когда вы начинаете его наносить, он как будто не сразу соприкасается с кожей, постепенно начинает скрабироваться, белеть. Я так понимаю, что он просто был менее удобный. Вроде бы, да, я захватила больше, но скрабирует он как будто бы слабее и скромнее, нежели чем этот. Этот я беру, и вот я прям чувствую, да, я его на кожу нанесла, он сразу соприкасается как будто с кожей, его не нужно втирать, чтобы вот эти скрабинки, как вот на этом почувствовать, и он сразу жестко так начинает натирать, да, а этому нужно еще сколько-то там разогнаться, и все равно такого прям крутого скрабирующего жесткого эффекта, как вот у новой версии, нет. Поэтому новая версия, конечно, куда лучше. Теперь я буду заказывать его, я прям ощущаю, как он хорошо вот прям прочищает, скрабирует. Мне очень-очень этот эффект понравился. Вот тут вот, да, я взяла старенький, первую версию, и уже чувствую, что легче стало, меньше стало скрабировать, меньше жесткости, меньше всего. А тут, ну, вот еле-еле, хотя я надавливаю с такой же силой. Поэтому он, конечно, новый, с артикулом 2790 лучше. Вес у него идет 125, а, 185 грамм, простите, а вот у этого сколько? У этого 150, то есть жидкого было больше, чем густого. То есть густой 185 идет. А, да, густой больше грамм идет. Тут 150 мл, а тут 185 грамм. Тут граммах, а тут миллилитров. Ага, ну, все понятно. Ну и, конечно, хочется показать вам состав. Прям распечатала, да, чтобы было видно, хорошо, удобно. Как применять, мы просто его наносим. Наносим, трем, 5-7 минут написано, каждую зону. Я прям даже не знаю, стоит ли 5-7 минут, потому что он жесткий. Ну и холодок чувствуется не сильный. Далее мы с вами будем сейчас тестировать лаки. Ну, лаки такие, я вам скажу, хорошенькие цвета, очень-очень красивые. Давайте начнем. Это у нас, значит, зеркальное топ-покрытие. Называется водяная гладь, то есть его можно наносить на какой угодно лак сверху. Сейчас я нанесла лак с артикулом 7898, такой вот светло-болотный, приятный, фисташковый, кто как его называет, чтобы попробовать вот этот. Значит, этот у нас 7861. Давайте его нанесем как самостоятельный. Он очень красивый, как самостоятельный, да, то есть получается что-то типа втирки. У меня сейчас на ногтях втирка. Мне кажется, что 2-3 слоя, и тоже будет получаться втирочка. Переливается, симпатичный, хорошенький очень. Тут он нарисован, как будто бы он, вы знаете, не просвечивает, да, вот видите, как он представлен. На самом деле он очень даже просвечивает, да, если вот так вот взять, да, вы увидите его, то есть вот он, все буквы, все просвечивает. То есть он не совсем такой, как в каталоге. У него вот есть отбиски зеркального, да, покрытия. Вот он, да. Давайте попробуем второй слой, не намного больше. Это что-то типа такой скромной, приятной втирочки, или просто хочется, чтобы ноготочки блестели, или поверх какого-то вот цветного лака. Вот очень красиво. Дальше давайте вот на этом, на зеленом, как раз с вами протестируем, для чего я его нанесла. И получается уже более такой блестящий, переливчатый. Кстати, вот чем он мне понравился, вот сейчас на темный, да, на более темный я его нанесла, я вижу, что он полосит, но абсолютно не сильно. Да, посмотрите, вот два слоя. Очень красиво получается. И уместен даже с зеленым цветом, да. То есть зеленый цвет тоже заиграл. Он освежает, как будто бы цвет, делает лучше. Следующий розовая нимфея. 78-62 артикул. Очень такое, да, интересное название. С каталогом он не очень, как вы видите, совпадает. Он такой более нежный, я бы сказала, да, видите, розовая нимфея. Ну, я тут подстерла немножко. Ну, я думаю, вам должно быть видно. Давайте будем наносить. Ой, капнула, да. Ну, ничего страшного, я это делаю издалека. Вот. Такая вот красота. Очень хорошо, как вы видите, растекается. Великолепно. Это в один слой. Можно попробовать его в два слоя. В один слой второй раз я его нанесу. Посмотрим, да, как он высохнет. По второму кругу потом вернемся. И еще лиловая история. Артикул 78-63. Давайте, вот такой вот он, да. Ну, практически больше всего совпадает с цветами из каталога. Вот очень красивый, конечно, цвет, согласитесь. Вот оба в один слой, как получается. Ну, неплохо, конечно, да. Очень симпатично. Сейчас давайте попробуем в два слоя вот этот нанесем. Так, переживаю, сильно увеличиваю, меня не видно. То есть, два слоя получается менее прозрачный, менее просвечивающий. Вот как этот высох, да, видите, на зеленом фоне. Ну, такой, знаете, белесенький оттеночек на зеленом все-таки он есть, присутствует. Ну, и давайте в два слоя вот этот красавчик, последний, попробуем. Видео, высохло. Точно уже высох. Видите, он все-таки делает немножко накаток светлее, но не сильно. То есть, с покрытием, вот без покрытия, да. То есть, ну, хорошие оттенки, красивые. Ну, что ж, поехали с вами смотреть вот такую вот новую линеечку. Жардин, она у нас называется Сад Живерни. Это излюбленное место Клода Моне, воспетый в его полотнах, царства цветов, весны, нежности и так далее. Давайте начнем снизу. Это три таких вот тональных крема. Это тонизирующий крем желе. Значит, их тут идет, получается, три оттеночка. 65-60 слоновая кость, 65-61 светло-бежевый, 65-62 теплый бежевый. Ну, что ж, слоновая кость нам обещает быть всех светлее. Давайте же начнем с нее. Тут еще что-то вот, я так понимаю, отслаивается и можно что-то вот почитать. Ну, ладно. Значит, состав у них. Давайте я вам покажу состав. Вот, наносим мы его кончиками пальцев на кожу лица, равномерно распределяем похлопывающими движениями. Итак, значит, 65-60 это самый светлый оттеночек. Вообще, что хочется о них сказать, у них у всех очень вкусный аромат, очень такой приятный. Они желеобразные, видите? Вот так вот она трясется. Буду смотреть кисточкой. Значит, кисть для тональной основы 910-136. Я вообще впервые держу тональный крем от компании Фаберли, который идет в стеклянных баночках. Значит, вообще, этот тонизирующий крем-желе содержит экстракт опунции. Опунция это кактус. Уникальное растение из Мексики, которое умеет накапливать и удерживать влагу в своих стеблях. То есть, вот так вот он наносится, такой вот у него цвет, оттеночек очень интересный. Все, мы это с вами на лице попробуем. Сначала я хочу рассказать про него. Он успокаивает, глубоко увлажняет кожу, укрепляет ее защитный барьер. Гибридная текстура с бархатным финишем приятно охлаждает, увлажняет кожу, выравнивает тон. И гелевая текстура тает от соприкосновений ваших пальчиков и приятно распределяется по коже лица, охлаждая и увлажняя ее. Действительно, какое-то вот охлаждение я чувствую. Очень такое, знаете, невесомое, приятное. Ну, вот как вы видите, вроде бы тонким слоем. А все какие-то, давайте увеличим с вами. Да, а все какие-то полосочки, полосочки. Я так его и не поняла. Наносить я буду его на кожу неподготовленную, специально. Ну, вот знаете, вот так вот, вроде бы повтирала, вроде бы полосочки ушли, остался какой-то вот блеск. То есть, и как будто бы он у меня забился в поры. Но сейчас увидим, посмотрим. Это я сегодня помаду тестировала стойкую, не смогла ее оттереть ничем. Представляете? Ну, вот как вы видите, вот таким образом он впитался, да. Вот тут вот он есть, этот тональный крем, да. А тут вот его нету. Так, ну что ж, давайте будем пробовать самый светлый оттеночек. Вот, если я вот таким образом наношу слой, ну, вы знаете, такой полупрозрачный, что ли, да. Запах очень приятный, но до такой степени он полупросвечивающий, что стоит ли его пальчиками наносить. Может быть, и кисточкой еще попробовать его взять. Как бы выравнивает основные какие-то вот покраснения, или еще что-то. Я вот не видно, чтобы он маскировал. Ну, даже если перебор для видео, это будет нормально. Так, шею не обращайте внимания, да. То есть, потому что съездили отдохнуть, и из-за этого у меня сейчас небольшие проблемы. Вот, вы знаете, такое чувство, что ему нужно время, то ли, чтобы подсохнуть, то ли, что. Вот так, конечно, он полосочками, да, если кисточкой его. Может быть, спонжиком попробовала? Давайте попробуем. Ну, уж очень он какой-то полупрозрачный, что ли. Как-то вот неплотным он слоем ложится. Как вы видите, вот эти вот все вот покраснения, да, которые есть, вот какой-то вот что-то типа синячка под глазом, да, вот какие-то вот прыщички, он, конечно, нормально так маскирует. На четверочку вымаскирует хорошо. Вот забился чуть-чуть вот тут вот в самое-самое крупное поле. Почему-то абсолютно не захотел перекрыть родинку, но тут вот прыщик перекрыл, и перекрыл хорошо очень цвет губ. Тут, походу, какой-то есть пигмент, который красноту перекрывает, а родинки нет. Шелушение он как будто бы подчеркивает, если они есть. Запах очень приятный, да, то есть вот наносу, наношу, наношу, такое чувство, что хочется, чтобы он застыл. Начала наносить пальцами, на пальцах он остался, а нос пошел в пятнышко, да, то есть нос мне не понравилось, да, то есть вот эти вот щеки. Вот морщинку, видите, подчеркнул морщинку, и если его растереть, то морщинки вроде бы нет. Улыбаюсь, и морщинка появляется. Тут вот здесь у меня есть, у меня вообще очень сильно губы, что-то пострадали в акклиматизацию. На губы он лег, тоже вот тут вот все шелушения, все подчеркнул. Это говорит о том, что он, скорее всего, будет скатываться. Вот, если внимание, щурится. То есть первое впечатление не особо. Хорошо перекрывает красноту, и ложится на моем лице, ложится неровно. Но сейчас, конечно, не модно без всего наносить, да, я просто протерла лицо тониками, решила нанести на сухое уже лицо. Я хочу нанести второй слой, но второй слой уже подчеркнул, подчеркнул все шелушения, все неровности. Я не могу сказать, что он мне понравился. Вот там вот где есть шелушение, он очень стильно подчеркнул, прямо очень. Нос тоже, как бы, да, видите, такие прям неровности. И слегка, но забивается в поры, да, вот видите, и сидит там в порах. Но это без какой-либо пудры, но сам по себе тон стал ровнее, стал свежее. Итак, 65-61, попробую спонжем. Тоже при вас его только-только открываю. Вот он такой прям темный, да, по сравнению со слоновой костью, разница такая, да, видите, колоссальная. Я его макнула, давайте посмотрим, как он на руке. Да, если вот этот вот слоновая кость в другой стороне, да, то есть вот. Ну, конечно, да, спонжиком он как-то вот не полосит, он уже наносится получше. Спонжик у меня сухой, покажу еще раз. Желтоватый для меня, то, что это не совсем мой оттеночек, тут, конечно, очень сильно в глаза кидается. Ну, а такое ощущение, что он подстраивается под цвет лица, нам вот хочется недостаточки, да, как-то вот побольше, да, их туда вот. Ну, как видите, не замазывается. Конечно, пальцем такой крем сложно нанести, честно вам скажу, потому что неудобно палец макать. Давайте попробуем. Видите, вот он берется, вот он такими как бы кусочками берется и написано, что он будет таять. Давайте посмотрим, как он у нас растает. Да, действительно, видите, превратился в жижу. Вот, в такую вот жижу. Да, ну, может быть и правда. Хорошо. Ну, то, что не мой оттенок, это понятно. Просто хочется проверить пальцами. Ну, под пальцами он действительно, как и указано, он тает. Вот такое ощущение, что он подстраивается, и я разницы не вижу. Ну, нет же, да, шелушение подчеркнул. Да, вот тут вот видите, прям подчеркивает, да, вот тут вот хочется ровно, но ровно не получается. Такое ощущение, что пальцы, что спонж, в принципе, без разницы. Устала наносить. Ну, вот, знаете, первое впечатление, нормально, израсходую, но это не будет моим фаворитом. Ну, тут у меня красненькая точка, красненькая сильно. Я часто дома хожу в очках, но когда снимаешь макияж, в очках сложно его снять, как вы понимаете. Поэтому всегда одеваю бинзы. Вот смотрите, даже вот такой вот несколько слоев, такой вот прям толстый-толстый слой, он не делает больше выделения шелушений. Но, как бы, вот если где-то был когда-то прыщик, он у вас прошел, но осталось какое-то шелушение, лучше, да, или в уголках губ лучше нанести базу сначала, да, чтобы она все выпрямила, поскрабировать лицо. То, в общем, к нему надо готовиться, да, то есть наносить базу, все такое прочее. Действительно, я чувствую прохладу. Вот тут я ее еще чувствую, тут уже нет, да, то есть тоже очень такое приятное ощущение. И его заметно, видите, и вот он чешуйку, да, покрасил, а само пятнышко у меня не получается. Но обычно такое мы убираем чем? Консилерами. В принципе, ладно. Так, сейчас возьмем третий, 65-62, он будет самый-самый темный. Самый-самый темный, вот, при вас открываю, да, вот они все три в сравнении. Это прям для загорелых девчонок взяла, и такие точечки остались, да? Давайте попробуем. Вот такой вот он темный. Так, спонжик я почистила, как могла. И попробуем его распределить. Вот у меня такое ощущение, что он подстраивается под цвет кожи, но этого не указано. Макияж превращается в настоящее удовольствие, то, что он не в целом и легкий. Да, я его не чувствую на коже абсолютно, ощущения маски никакой нет. Давайте его еще попробуем вот сюда. Ну вот, смотрите, он как будто, я его по центру нанесла. Не особо-то и заметно, что я его нанесла. Такое ощущение, что у него есть какой-то подстраивающийся эффект. Но сейчас тональными кремами, да, вот так вот по бокам тушуют более темными оттеночками, да, а центр наносит более светлый тональный крем и получается более так это симпатично. Я не могу сказать, что я прям очень-очень довольна им. Ставлю ему 3 с плюсом по 5 бальной, если же калебра не... Видите, цвет загара, да, то есть вот я загорала, вот она у меня морщинка пошла. Вот я ее выпрямляю, пытаюсь сгладить и как бы, ну да, намного лучше получается. В принципе, он понравился, но то, что он подчеркивает шелушение, я понимаю, что в следующий раз без базы я его уже не-не. Как говорится, не-не и по центру, да, обычно наносят самый-самый светлый, да, получается и намного лучше получается, да, макияж, да, и получается контур темнее, центр светлее. Между собой они хорошо кушуются, мне не нравится эффект. Тонкий слой, он слишком тонкий и все морщинки, родинки, да, все-все-все видно. А толстый слой, он уже куда не годится, потому что подчеркивает вот таким образом шелушение, я такого чуда давно не видела. И эта тональная пудра, она не перекроется, к сожалению. Хотя я вчера скрабировалась, я не могу сказать, что у меня лицо сильно шелушится, нет. Оно шелушится после отдыха. Ну вот, честно сказать, нет, конечно, нет. Тоны отличные, самые ходовые, их можно смешивать друг между другом, они отлично сочетаются, но уж очень он сильно подчеркивает шелушение и все недостатки, которые есть. Руками он откуда-то берется, да, а берется он с пальцев, потому что он в большей степени почему-то на пальцах у меня остался. Честно сказать, нет, это не мое. Второй раз я это не закажу, но постепенно израсходую. В тот случай, когда без тонального крема ты выглядишь лучше, чем в тональном креме, да. Ну вот, ребят, это как раз тот случай, когда вот это желе, оно не подходит для тех, у кого сухая, возрастная кожа с какими-то изъянами. То есть, если девчонки молодые, у них кожа не пористая, у них нет каких-то прыщиков, то есть, они сами по себе ровненькие, красивенькие, им нужно просто где-то убрать какую-то красноту, там еще что-то, то есть, освежить цвет лица, им, конечно, будет хорошо, да, вот я очень много вижу таких вот красоток в соцсетях, прям идеальных, но для меня, я считаю, что этот тональный крем, я без него лучше выгляжу, чем с ним, поэтому с удовольствием его смою и как бы, ну, не претендую на его повторную покупку. Смывается он тоже хорошо, ну, как вы видите, красноту он более-менее перекрывает, какие-то явные недостатки, старалась-старалась я его замазать, но у меня, ну, вот, ну, не получается у меня замазать этот изъян, например. Чешуйка сверху, она подчеркнулась, а сам прыщик остался, да, вот видите, прямо видно, как я кусок тонального крема вымыла, и чешуйка пропала, да, то есть, наношу обратно этот же вот, да, тональный крем, пытайте, да, давайте понаносим, ну, не пропадают у меня никуда, вот, в общем, нет, не посоветую ни в коем случае. Видите, специально для вас стираю, то есть, у него перекрытие, да, отличное, как вы видите, да, вот я его наношу, и он действительно справляется вот так вот с покраснениями, с чем-то таким, но тут, вот я вам стираю, у меня действительно так загорело, это не он лег пятнами, это не он скатался, это вот такой вот у меня загар дурацкий, да, ну, зато есть с чем сравнить, может быть, и долго я вам его показываю, ну, вот есть крем, когда говоришь, вау, да, вот этот nude one, а этот для тех, у кого кожа более идеальная, в сами поры тоже вот, видите, попадают. Запах, текстура, желе, вот как-то все здорово, классно, но у меня не получилось его хорошо нанести, я считаю, что продукт должен быть в первую очередь удобный, ну, вот, в принципе, как-то так, я с вами попрощаюсь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ага, муж, маши теперь ручкой, раз попал на мой ютуб, да, с вами была Конова Аня, проект Фоберлик Онлайн, до встречи с вами в новых видео, в следующее видео я уже вам расскажу про вещи, которые мне безумно понравились, это помады, это пудра, это палетка теней, они просто обалденные, будем вместе с вами делать макияж.